30 апреля 2020 другий рик суббота и орешково представляет центральный парк культуры медпочинку имени леонтовича но мы находимся какой самом центре парка до самом самом и видим что есть изменения кого-то чего-то не хватает да именно здесь находился до сегодняшнего дня памятник максиму горького алексей пешков так мы тоже его знаем псевдонима максим горьков вот именно вчера 29 апреля культурно да и аккуратно памятник был демонтирован он не падал голова не отлетала книжка не падала также руки ноги были на месте есть видео здесь изданиях я посмотрел на телеканале вита это венецкая толы бачине и интересно мне было посмотреть даже постамент сегодня убрали постамент еще стоял так вчера после ну и алексей пешков я почитал википедию до советский поэт вот здесь находился и сейчас это место такое необычное да для нас ну из истории интересная информация что с 1968 года памятник здесь находился старше меня на два года был а парк назывался имени горького с 1939 года представляете сколько время сколько время позже 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 и ну модно было до парке называть имени максима горького даже такая группа есть парк горького да это александр маршал москов колледж ну и уже с двадцатого года парк называется именем композитора леонтович этого сейчас уже парк называется официально леонтович это для многих знаковое место это центр города зеленый шикарный отличный парк где люди могут поиграть до сих пор также хорошо сахматы шашки здесь на лавочках также были ну и торговые обменные ряды это филателистов мумизматов активно всегда особенно по выходным до сейчас этого не видно я помню парк тех лет также мы с удовольствием всегда здесь пацанами бегали гуляли спортом занимались также стадион также всегда работал поэтому так с любовью всегда воспоминайте знаковые места также моего детства шахматно-шашечный клуб тут обновился тоже так культурно все стало до аллейки также прекрасные зеленые остались но и универмаг тут каличи площадь гагарина я вот все-таки еще уточню так не так потому что слышу что впереди юрий алексеевич гагарин так есть монумент на педагогическом колледже не вам идут разговоры создается петиция так как это делается все официально люди подписывают таким образом исчезают памятники идет деколонизация 15 апреля была подана петиция и вот 29 апреля все это быстро 66 день войны в украине и так находятся силы да и возможность убрать даже вот следы еще от машин осталось без шума и пыли сред белого дня днем да ну и кстати надо тогда уж вспомнить как и ленин в девяносто первым один из первых в городе нашим ушел в небытие кстати где-то в музее создается для памятников у нас венец и для монументов и где-то да ну говорится не говорится я пока еще не уточнял так что в целости невредимости аккуратно до ремнями закрепили так пояс и аккуратно поднялись гир алюминия был памятник максиму горького ноги прикреплены были сильно к тумбе ну так краном аккуратно легко легким движением до крана подняли и аккуратно положили рука книги ноги все осталось целым мы вывезли да пока еще пусть будет в неизвестном направлении алексей пешков дал много интересное биографии так сильно не интересовался но не было интересно в чем как где-то провинился ну ну жил в те времена уже так при царе горохе скажем далекие уже времена жил себе работал занимался ну то было свое время другое время для тех времен активен до ездил и эмигриров и эмигрировал в разные страны и сша и в италии жил и в крыму длительное время но интересная биография да много всего интересного почитайте посмотрите не хочу пересказывать много всего и с ленином отношения разные были дружил так но последние года ленин дарил к низку даже свою лично максиму горькому так что много всего ну и сталин нормально хорошо относился да так скажем в общем интересная история и винится вот так реагирует в эти дни на эти все события ну тут много всего еще советского дубе символики так фонтан я не хочу что история история да ну возможно какая-то угроза кому-то идет от этого не знаю в общем разное мнение есть так в общем такая ситуация вот ну и что кто когда здесь появится тоже я думаю что место освободили для леонтовича это известная мелодия всего миру щедрог да ладан анна лада так что ту жизнь бурлит кипит по украины винните коснулся до юрия алексеевич я догарина является на сегодняшний день почетным гражданином виннете поэтому с 1961 года поэтому тут тоже так мемориал славы в парке козитского европейская площадь также сейчас под угрозой там есть символика там есть звезды также бурно обсуждается этот вопрос есть у меня в планах показать обязательно посмотрим оценим сегодня не знаю как много сегодня всего еще необходимо я на ровере дежурный автомобиль на готове ну и так вот после ледового клуба там много тут всего так я давно давненько я уже не выезжал так в люди но ситуация обстановка не так так сейчас где-то становится чуть полегче все равно сложно сложно ситуация тем не менее поэтому это следить смотреть что будет происходить у нас дальше посмотрим сейчас на фонтан как что не работает пока еще сегодня выходной день напомню сегодня всемирный день джаза день пограничника украины также мы завтра 1 мая день труда такие знаковые дни у нас уже начинаются завтра поэтому я думаю что будет сюжет репортажа так что обовязково подключайтесь подписывайтесь дорогие смотрите одинница спорте и не только все интересные актуальные новости от орешка сегодня даже в шортах да хотя так где-то прохладненько это сленца захватить да кстати еще под коммунизации попал мой любимый до колонизации это кстати разные слова попал мой любимый парк дружбы народов он так назывался до вчерашнего дня теперь он уже называется просто висенский парк улица московская называется улица мариупольская много улиц переименована опять же в эти дни поэтому но такие изменения в такие дни так как будто спешим в общем решено сделано так что и так поэтому и так смотрю людно многолюдно красивый симпатичная очень круто ну что хотела подойти все-таки к постаменту потрогать его еще надпись максим горький было с книжкой прической смотрите если кому интересно видел я покажу где она заезжал трактору так сзади стоял так и аккуратно погрузили до постамент так все прощай гудбай да все пешка для многих да на многих фотографиях на открытках города этот памятник был был до всплыл так получается ну все что и как какая судьба мы посмотрим вот центральная арка также лучшая центр города мы еще пройдем к фонтану конечно в те времена еще здесь был газетный ряд вот такие были витрины здесь тоже я это не забуду всегда помню многие кто не хотел покупать газеты подходили читали свежие они вывешивались каждый день и видность к правда правда там много было газет спортивной газета и так и здесь все можно было почитать отдохнуть так что интересно хорошо площадь водограй центрального парка культуры и починку имени леонтовича фонтан пока не запустили что будет все работает ну и тут конечно шикардос и воздух аттракционы работают некоторые тоже так интересно хорошо чудесный прекрасный день так мой завтра ты 1 май ну вот чем я и хотел сам посмотреть и поделиться с вами поделиться такой вот информацией извините решка с вами хотелось бы конечно еще фонтанчик увидеть как он красиво сверкает и света ну не музыкальная музыка есть тоже есть тоже все работало и работы я на это надеюсь хорошо дорогие будьте мне здоровы не хворать не болеть мира счастья и добра всем 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 с любовью и душой орешка из винный тим чао бамбина